В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Сегодня в Международный день недоношенных детей глава муниципалитета Алексей Спаски посетил Видновский перинатальный центр. Дочки ваши чудесными именами, они будут открывать, когда свой паспорт, всю оставшуюся жизнь, они будут вспоминать этот чудесный город Видное. Обществу диабетиков Ленинского городского округа исполнилось 25 лет. Я хочу от имени Алексея Петровича вручить вам этот приветственный адрес. Преподаватель английского языка из Видновской школы номер 2 Александра Радченко своими силами издала журнал для начальных классов. Чтение – это все. Это грамотность, это развитие, это интеллект, это эрудиция. 17 ноября в России и во многих других странах мира отмечается День недоношенных детей. Он установлен, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме преждевременных родов. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаски посетил Видновский перинатальный центр, где готовятся к выписке мама и три ее дочки, которые появились на свет раньше срока, но благодаря врачам скоро поедут домой. Николь, Адель и Милана. Две близняшки и тройня. Вот такие вот малышки. Все королевны. Сейчас сестры Николь, Адель и Милана чувствуют себя прекрасно, но после родов каждая весила меньше килограмма, и им требовалась особая забота врачей. Мама Алина Королева, признается, была уверена в медиках на 100%. Мы знали, что это тройня, мы к этому готовились, шли стойко, уверена, но все равно поддержка была колоссальная. То есть тут не нужно просить помощи, да, люди видят, и они сами просто идут навстречу, помогают вот так вот обернуть себя душевной теплой, и все хорошо. Сейчас малышки активно набирают вес, и их здоровью ничего не угрожает. Одним из первых гостей, который навестил их, стал глава округа Алексей Спаский. И приехал он не с пустыми руками. Семья Королевых из Подольска, но о видном у них останется добрая память. Дочки ваши, чудесными именами, они будут открывать, когда свой паспорт, всю оставшуюся жизнь, они будут вспоминать этот чудесный город Видно. Поэтому мы вас поздравляем. Спасибо. Это вам. Очень приятно. Ну, вот три небольших подарка, которые пригодятся вам. Очень-очень пригодятся. Спасибо огромное. За 10 месяцев 2001 года в Видновском перинатальном центре родилось более 5000 детей, из них 400 – недоношенными. А потому подобные чудеса для врачей уже стали обыденностью. Сейчас сложности позади и настроение у всех приподнятое. Я вам женихов нашла уже. Очень хорошо. Мы ждем, мы ждем. Мы подрастаем. Пятилетняя, 16-го года. Три мальчика. Хорошие, 35 недель, по 2400. Ну, не знаю, теперь давно. Вы нас просматриваете тогда. Шутки шутками, но выживаемость детей с массой тела до 1000 грамм с 2013 года, когда центр получил статус перинатального, выросла с 57% почти до 100 в 2020 году. Спасибо от души каждому. Каждого помню. Каждый момент за то, что они нас так провели по этому сложному пути. Медицинский персонал, медсестры, девочки. Всех по именам помню, никогда не забуду. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Во Дворце спорта «Видное» прошла учебная эвакуация. Сотрудники учреждения отработали действия при условном террористическом акте. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Учебная эвакуация – это сложное, но очень важное мероприятие по обеспечению безопасности в любом учреждении. Как рассказал директор Дворца спорта «Видное» Александр Дмитрашко, такие тренировки у них проводятся регулярно. Сами мы проводим свои учения по эвакуации или по ситуациям, связанные с пожарной безопасностью раз в месяц внутри своего коллектива, а областные тренировки без предупреждения. Учения проходили по плану антитеррористической комиссии. По легенде, подозрительный предмет был обнаружен в кафе Дворца спорта «Видное». Внимание! По техническим причинам Дворец спорта прекращают свою работу. Просим вас сохранять спокойствие и, не задерживаясь кратчайшим путем, покинуть здание Дворца спорта. По плану об обнаружении подозрительного предмета сотрудник кафе информирует службу охраны и затем уже служба охраны действует по определенному благовременному алгоритму. После оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации все сотрудники учреждения были организованно эвакуированы из здания в безопасную зону. Весь коллектив дружно вышел, эвакуировавшись в первую попавшуюся дверь, которая находится ближайшим выходом из здания. Все собрались на главном входе. Мы проверили количество людей, которые прибыли утром на рабочее место и вышли сегодня из Дворца спорта во время эвакуации. Все совпало. Все организованы, знают, что делать. На тренировочную эвакуацию были приглашены сотрудники полиции и кинологи. Найти и обезвредить замаскированный подозрительный предмет удалось благодаря служебной собаке. Действия всех служб прошли на высоком уровне. Стоит отметить высокопрофессиональное действие как руководства Дворца спорта, так и сотрудников. Сложности однозначно объективны и связаны с территорией, с большой площадью, как самого Дворца спорта, так и прилегающей территории. А также наличием двух дорог, прилегающих к территории Дворца спорта. Из-за этого были определенные сложности, но сотрудники МВД и Росгвардии проявили себя и на необходимом уровне отработали данную ситуацию. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Общество диабетиков Ленинского городского округа – 25. Торжественное мероприятие по случаю празднования юбилея состоялось в Центральной библиотеке. Зал с трудом вместил всех желающих поздравить членов организации с этой датой. Представители администрации, депутатского корпуса здравоохранения и общественности сказали в адрес юбиляров немало добрых слов. Подробнее в репортаже Юлия Поготьян. В непростое для всей страны время перестройки благодаря неравнодушным активистам в Ленинском муниципалитете удалось создать организацию, объединившую людей с сахарным диабетом. Пройдя немало трудностей, сегодня общество диабетиков отмечает свое 25-летие. Все эти годы во главе с председателем Еленой Воробьевой. Кто еще вообще как не оптимисты, люди с диагнозом диабет могут сказать, что день диабетика – это праздник. Я хочу от имени Алексея Петровича вручить вам этот приветственный адрес. Сердечно поздравляю с 25-летием организации, потому что взял человек и создал команду. В зале Центральной библиотеки, где состоялось празднование 25-летия общества, не хватало места. Так много гостей пришло поздравить председателя и членов организации с круглой датой. Здесь представители администрации, округа, общественных объединений, предприниматели, медработники. 25 лет – это достаточно такая весомая дата в нашей жизни. Это практически поколение. Но, Еленой Центр, зная ваши заслуги и наше взаимодействие, я вам искренне хочу еще раз пожелать всего самого наилучшего, здоровья, успехов, благополучия и такой искренней благодарности от тех пациентов, которых вы адаптируете к этой жизни и к всем ситуациям. По традиции море добрых слов, цветов и подарков. Хочу еще раз поздравить вас с этим замечательным праздником и вручить сертификат Елены Кенмузновас. Здесь уже подарили микроволновку, чайный сервиз, денежный сертификат, это, наверное, на тортике. Слова благодарности за самоотверженный труд и преданность работе. Руководителю организации Елене Воробьевой выразила и заместитель председателя Совета депутатов округа Ирина Архангельская. Руководителя вашего Елены Валентиновны знаю очень давно, знаю ее, такие вот качества общественного деятеля. И просто повезло вам, что у вас такой есть руководитель, есть такая организация, которую действительно вы можете прийти со своими проблемами, которые спасают вашу жизнь. За годы существования общественной организации удалось очень многое сделать. Развивается просветительская деятельность, ведутся консультации специалистов. Члены общества занимаются самым подходящим для диабетиков спортом, скандинавской ходьбой. Вместе путешествуют и увлекаются творчеством, развивают новые направления. Мы проводим обучение семей, воспитывающих детей и подростков с сахарным диабетом при поддержке Российской диабетической ассоциации. Обучение проводят ведущие специалисты Института эндокринологии. Проводится семь вебинаров на различные темы. Это и питание, и инсулинотерапия, и психология. То есть великолепный проект. Выступления друзей общественной организации чередовались с музыкальными номерами, которые юбилярам подарили воспитанники муниципальных вокальных студий. Она прошла, как оровыла, по зеленым волнам, в прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулся ли она, что посмотреть, не оглянулся ли я. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Льгосадовская, ВиднетВ. В продолжении темы. На днях во всем мире отметили День борьбы с диабетом. Кроме того, в 2021 году исполняется ровно 100 лет с момента открытия инсулина. Эти даты должны еще раз напомнить людям о коварном заболевании, которое с каждым годом становится все распространенней. 11 января 1922 года инсулин впервые успешно использовали для лечения человека, больного с сахарным диабетом. Именно после этого диагноз перестал звучать как приговор. Тем не менее, с каждым годом таких пациентов становится все больше и больше. Наша, как говорится, эндокринологическая профессора всегда говорит, что мы дождемся того момента, когда сахарный диабет будет пандемией в мире. По статистике за прошлый год диабет у нас более 4000 больных в Малининском районе. Причин возникновения этого недуга множество. Диабет первого типа, как правило, наследственное заболевание, возникающее еще в детстве. А вот второй тип является следствием неправильного образа жизни. Вредные привычки, малоподвижный образ жизни, неправильное питание. Ну и, соответственно, избыточный вес, артериальная гипертензия. Это тоже является факторами риска в развитии сахарного диабета. Вовремя увидеть, что с организмом что-то не так, помогает диспансеризация, в которую включен анализ крови на сахар. Если показатель выше 6 натощак и более 7-8 среди дня, пациент отправляет на дообследование. Основные симптомы повышенного уровня глюкозы в крови – это чрезмерная жажда, сухость во рту в ночное и утреннее время, кожный зуд, частые позывы в туалет, прибавка массы тела или, наоборот, резкая потеря веса. Чем быстрее начать лечение, тем выше вероятность предотвратить осложнение. Осложнения проявляются как со стороны сосудов, так и со стороны нервной системы. В первую очередь, конечно, мы всегда переживаем за сосуды глаз, страдают сосуды сердца и сосуды ног, которые могут привести к нехорошим последствиям, таким как диабетическая стопа. В Витненской взрослой поликлинике в помощь таким пациентам работает школа диабета, которая помогает вести активный и здоровый образ жизни всем, кто столкнулся с этим коварным заболеванием. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, ВИДН.ТВ. Талантливый человек, талантлив во всем. Александра Радченко, преподаватель английского языка из ВИДНовской школы номер 2, в свободное время своими силами издала журнал для начальных классов. О своем проекте и о том, кто ей помогал, она рассказала нашему корреспонденту Дмитрию Книге. Идея создания познавательного журнала для детей появилась у учителя английского языка ВИДНовской школы номер 2 Александра Радченко около двух лет назад. По натуре она человек творческий, а так как ее жизнь, кроме преподавательского опыта, была связана с журналистикой, то проект был успешно реализован. Вопрос популяризации чтения, она очень важна. И все учителя, особенно учителя начальной школы, они сталкиваются с этой проблемой, когда сейчас все перемены, дети в телефонах, когда они дома в телефонах, они играют. А чтение – это все. Это грамотность, это развитие, это интеллект, это эрудиция. Все материалы журнала, получившего название «Лоскутики», Александра Владимировна пишет сама. А помогает в визуальном оформлении тоже учитель и художник Наталья Ушкова. Нашли друг друга они через знакомых. Создатели журнала объединила любовь к детям и желание творить. Мне очень нравится иллюстрировать именно этот детский журнал, потому что я сама возвращаюсь в детство. И каждая новая рубрика, каждая новая история Александра, я ее сама с трепетом очень жду. В журнале есть как развивающие рубрики, так и развлекательные. Рассчитан он на детей младшего школьного возраста. Первыми читателями стали ученики Александра Владимировны, которым издание очень понравилось, и они стали делиться впечатлениями со своими друзьями из других школ. Они удивляются иногда, что наш учитель сама создает журналы. Вот у них в классе такой дружбы, как у нас, нет. Мне было интересно, про что там будет, как это будет происходить. Я вот пока вот прочитала небольшие странички, мне очень понравилось. В нем есть разные творческие занятия, также есть кроссворды. Есть во втором выпуске, там появилось даже какие-то задания, связанные с едой. Это очень интересно. В настоящее время уже вышло два номера журнала. Несмотря на то, что на создание уходит все свободное время, Александра Владимировна счастлива, так как она по-настоящему живет своим детищем. В рамках планов по развитию издания началось сотрудничество с детской библиотекой. Приятно была удивлена, потому что, взяв в руки журнал, он ничем не отличается ни по качеству, ни по содержанию от детских центральных журналов, таких как «Мурзилка», «Веселые картинки». То есть вот он наполнен ярко, интересно. Сейчас к выходу готовится третий номер. Стоит отметить, что на журнал «Лоскуртики» можно подписаться через почту России. Авторы издания считают, что их творение могло бы стать хорошим дополнением к учебной программе начальных классов в школах Ленинского городского округа. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин